Приветствую, Валс Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться, у мужики есть данные знакомые. Примерно раз в месяц он приходит к нам, чтобы домой переговорить с мужем на деловые темы. Я всегда с ним ездил и несколько раз угощал ужином, однако этот знакомый никогда со мной не здоровается. И даже когда я здороваюсь первой, обращаюсь к нему по имени, игнорируют, как будто я в пустое место. Меня задевает его такое отношение ко мне и реакция мужа на это. Я несколько раз разговаривала с мужем, просила донести до его знакомого, чтобы, приходя к нам домой, ему следует проявить элементарную вежливость и поздороваться. Муж злится на меня, обвиняет меня в том, что я разрываю из муки слона. Вчера был очередной инцидент, пришел этот знакомый, как всегда проигнорировал мое приветствие, спросила, почему же он никогда со мной не здоровается. Сказала вежливо с улыбкой, чтобы показать добрые отношения. Он мой вопрос проигнорировал, а муж рассмеялся. Когда знакомый ушел, я попросила мужа больше не проводить у нас дома человека, который неуважительно ко мне относится, и попросила проводить их встречи на улице. Муж в очередной раз разозлился и обвинил меня в том, что я вместо того, чтобы дать ему отдохнуть после работы, пытаюсь устроить скандал. Вопрос у меня такой, как объяснить поведение этого знакомого, а главное, поведение мужа. Ведь теоретически его должно самого задевать, что его жену не уважают, не здороваются, а ему все равно еще подменялся надо мной при этом знакомом. Вот это было очень неприятно. Анастасия, ну смотрите, мой коллега, который еще с Игорем Леонидовича, ответил вам со своей стороны. Я скажу честно, не знаю, насколько с другой стороны будет звучать мой ответ. Может быть, где-то пересечения, конечно, и будут, но хочется верить, что немного. Поэтому заранее меня извините, если эти пересечения вам покажутся слишком очевидными. У вас есть свои, так скажем, ценности. У вас есть свои ценности. Ценности в плане поведения, в плане отношений между людьми. Вы считаете, что здороваться просто из вежливости необходимо? То есть вот даже через силу, да, если не хочет человек. И вы считаете, что в доме быть не должно людей, которые не здороваются? Это ваше право. Но вопрос. А коль у вас с вашим мужем ценности здесь различаются, какой ему мотив к вам прислушиваться? Почему ему должно быть важно? Вы можете сказать, ну, он же меня любит. Да, он вас любит. Любовь – это принятие человека. Безусловное принятие в рамках отношений. А вы его любите? Принимаете ли вы, безусловно, его самого, его ценности? Потому что он не считает это важным. С этого, мне кажется, нужно начать. Следующее. Вы пытаетесь объяснить поведение знакомого и поведение мужа. Но тем самым вы отдаляетесь от контакта с собой. От понимания себя. Почему меня это задевает? Как меня это задевает? Как я себя чувствую? Вот вы говорите – пустое место. Может быть, я и правда чувствую себя пустым местом. Но это вопрос к вам. А не к мужу или к знакомому. Вы чувствуете себя пустым местом. Связано ли это с вашей нереализованностью? Связано ли это с чем-то еще, с заниженной самооценкой? Со страхами? С потребностью какой-то неудовлетворенной? Это нужно разбирать. Но, так или иначе, проблематика здесь вот такая. Мы не можем объяснить поведение вашего мужа и знакомого. Это не этично с точки зрения профессиональной этики. Но мы можем помочь вам разобраться в себе. И перестать в своих ощущениях зависеть от поведения мужа. От того, рассмеялся он или нет, от того, поздоровались с вами или нет. Вы, как будто бы, вас легко обесценить. И ваша ценность зависит от поведения других людей. Вы находитесь во власти других людей. Но вы, условно говоря, достойны большего, достойны лучшего. И в то же время, если это давний знакомый мужа, то у всех людей есть свои особенности. У всех людей есть свои нюансы, почему-то вы это забываете. Вам важно, чтобы люди вели так, как вы хотите. И это, опять же, момент того, что таким образом вы пытаетесь, возможно, реализоваться, возможно, компенсировать что-то, чего вам не достает. Но это деструктивный способ. В том плане, что он ненадежный, и люди могут согласиться, а могут нет. Понимаете? Так же, это вопрос личных границ. А вы можете не быть вежливым с тем, кто сам не здоровается. Вы можете не здороваться с человеком так же. Но вы почему-то делаете это. Зачем? Вообще, с точки зрения треугольника Карпена, вы можете это делать, чтобы чувствовать себя жертвой, чтобы получить право что-то требовать. Но вас никто не заставляет ни здороваться с ним, ни угощать его ужином. Понимаете? Вы это делаете сами. Но ответственности за свой выбор вы не несёте. Вы говорите примерно следующее. Я выбрала с тобой поздороваться, и поэтому ты должен поздороваться со мной в ответ. Но это немножко не так работает. Я выбрал с тобой поздороваться, я решил с тобой поздороваться. Но ты не обязан. Ты можешь решить по-другому. Моё решение никак не определяет твоё. Понимаете? Это вопрос личной границы. Который в данном случае сталкивается с вашими ценностями. И соотнесением этого с ценностями мужа. Вы можете задать ему непростой вопрос. Если я ну, допустим, если я щипяю, что человек хам и невоспитанный, может ли он находиться там, где ты живёшь? И второй вопрос, который можно задать вашему мужу. Считаешь ли ты, что человек, который со мной не здоровается, это хам и он таким образом проявляет невоспитанность? И всё будет сразу понятно. Муж выразит вам свою позицию, может выразит вам своё отношение и вам будет ясно, о чём идёт речь. Но будьте готовы к тому, что ваши ценности могут быть разными. Они могут отличаться. И последнее. Вы пишите, теоретически его должно самого задевать, что его жену не уважают. Речь здесь идёт о неком слиянии. Механизм такой есть. Психологический механизм слияния. Почитайте про него в интернете. Психологический механизм то, что происходит с тобой прямо влияет на то, что происходит со мной. Но так быть не должно. Люди разные. И почему меня должно задевать то, что задевает тебя? Не совсем понятно. У меня здесь такое ощущение, что вы за счёт мужа опять же, что это компенсируете. Нет, я могу понять, что у вас такая вот может быть ценность, да, у вас такие представления о семье, что то, что с мужем, то и с женой. Такие представления действительно существуют. Но тогда разве не должен муж их разделять? вот странная получается история. У вас есть ценность, и вы эти ценности продвигаете человеку, у которого ценности, очевидно, другие. У него другие ценности. не как у вас. И смысл тогда. Ну, в вашей позиции какой тогда смысл-то? Непонятно. толку от ваших ценностей тогда, какой, если человек, с которым вы выбираете быть, их не поддерживают. следующее. Следующее. Да, если вы так относитесь к своим ценностям, к своим представлениям о семье, неуважительно. что почему другие должны. Следующее. На что ммм хочу обратить ваше внимание. Вы говорите, что знакомый давний. И раз в месяц приходит переговорить с мужем. с мужем. Да? Раз в месяц. Поскольку знакомый давний, я предполагаю, что вот не предполагаю, не знаю, он до того, как вы с мужем познакомились, был, или он появился уже. Так или иначе, по вашему описанию, получается, что это довольно длительно. И какое-то время было все нормально. Ну да, вам не нравилось, но вы и с мужем-то говорили, как я понял, относительно недавно. и складывается впечатление, что изначально вам было все равно. А потом что-то изменилось. и все больше и больше вас это стало задевать. Давайте ответим на вопрос, насколько полная, яркая, интересная ваша жизнь. в отрыве в отрыве от мужа, только то, что касается вас, и вашего личного окружения. подумайте еще вот о чем, с точки зрения своих ценностей. У вас есть в окружении, в вашем личном, своеобразные люди, с которыми общение не совсем стандартно. Я вам открою секрет, что любое неформальное общение, общение неизвежливости нестандартно. и представьте себе, что муж пришел бы и начал говорить, что как-то неправильно ведет себя человек из вашего окружения. Попробуйте на ситуацию представить и увидеть, что вы почувствуете. Не пытайтесь сравнивать. Ситуации могут быть разными. неудобными. Например, ваш человек не допивают напиток, который вы купили ему в кафе на свои деньги. и муж вам говорит, что это неуважение. Что вы почувствуете? Благодарность мужу за то, что он обратил внимание на то, что вас не уважают. и готовность идти на конфликт с этим человеком или сопротивление. признание своеобразности человека. Подумайте крепко над этим. Правильного решения здесь нет. Но от ваших ощущений будет зависеть ваша позиция, которую вы и будете продвигать. на этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.